В заключении разговора о концептуальном проектировании баз данных хотелось бы выделить несколько особых случаев, которые часто вызывают затруднения в процессе проектирования, поскольку не могут или не всегда могут быть тривиально разрешены. Первый случай – это наличие наследования для типов сущностей. Слушатели, знакомые с понятиями объектно-ориентированного программирования, думаю, хорошо понимают, о чем идет речь. Дело в том, что часто типы сущностей, которые мы выделяем в рамках исследований предметной области, на самом деле имеют некоторую иерархию. И за примерами далеко ходить не надо. Мы можем посмотреть на то, как организована предметная область в процессе нашего обучения. И если мы говорим про такой тип сущности, как пользователь степик, то он, очевидно, может иметь как минимум два явных подтипа. Это слушатель курса и преподаватель. Каждый из этих подтипов может иметь свой набор атрибутов или связи с другими типами сущности. В частности, слушатель курса имеет связь с заданиями курса, которые носят семантику выполнения этих заданий. И у атрибута этой связи или типов сущности, которые отражают связь слушателя курса с заданиями, могут иметь свои какие-то атрибуты, которые носят именно семантику выполнения этих заданий. Успешно, неуспешно, в какой момент и так далее. Преподаватель же курса, в свою очередь, имеет связи, например, с курсами, которые носят семантику авторства. Ну и может также публиковать задания, которые и для этой связи тоже могут иметься соответствующий атрибут. Итак, мы видим, что есть некий супертип сущности, это пользователь степик и два его подтипа. При этом ER-модель явно накладывает определенные ограничения на формирование типов сущности и супертипов сущности и подтипов. Они, собственно, представлены на слайде, просты и достаточно понятны. Тут, опять же, многое из объектно-ориентированного программирования, что сущность любого подтипа всегда является сущностью супертипа. Достаточно понятно, на нашем примере это тоже так. Слушатель курса или преподаватель всегда является пользователем платформы степик. Следующее ограничение не так, но привиально. Оно говорит о том, что сущность супертипа обязательно является сущностью некоторого подтипа. Тут тоже, наверное, смысл понятен, что не должно быть таких ситуаций, когда есть некоторая сущность, которая принадлежит супертипу, но не является сущностью любого из его подтипа. То есть, предположим, в нашем примере не должно быть никаких пользователей, которые не являются либо преподавателями, либо слушателями курсов степик. Ну, и еще одно ограничение, что не должно быть сущности одновременно нескольких подтипов. Ну, тут в каком-то смысле мы говорим о том, что наш пример не очень удачен, потому что понятно, что в нашем случае и слушатель, какой-то пользователь курса, пользователь степика может быть одновременно слушателем каких-то курсов и преподавателем других курсов. Вот, поэтому данное ограничение ER-модели вот для нашего примера не выполняется. Но, тем не менее, сама по себе ER-модель накладывает такое ограничение на типы сущности, супертипы сущности и подтипы сущности. И второй особый случай, который хотелось бы рассмотреть, это взаимоисключающие связи. В действительности, такие ситуации достаточно часто возникают в процессе проектирования баз данных, когда некоторый тип сущности в зависимости от, ну, например, каких-то значений каких-то атрибутов должен быть связан с каким-то другим типом сущности или, в зависимости от каких-то других значений, с иным типом сущности. Ну, широко распространенный пример – это, например, водитель автомобиля, автомобиль и, например, мастер автосервиса. О чем здесь речь, да? Есть ли у нас выделена тип сущность автомобиль и тип сущность водителя и тип сущность мастер автосервиса? То есть, когда у нас водитель привозит автомобиль в сервис, он автоматически перестает, автомобиль автоматически перестает быть управляемым водителем, потому что водитель перестает им управлять, и при этом за этот автомобиль в автосервис назначается некий ответственный в виде мастера автосервиса, который при этом может одновременно быть ответственным за несколько автомобилей. И в этом случае можно отметить, что у автомобиля есть взаимосвязывающая связь между… либо с водителем автомобиля, либо с мастером автосервиса. Это типичный случай, и каким образом преобразовывать такие ограничения в концептуальной схеме в логическую схему, мы отдельно поговорим.